160 тысяч здоровья и 34 тысячи атака это тот самый рептилия, которого я победил в предыдущий раз. Да, я прошел на ивент, получил классическую рептилию и по сути не играл даже этим персонажем. Бывает такое. В этот раз нас ждет уже второй ивент, я набрал 100% и смогу его пройти, но... Вот самый интересный вопрос, которым я задаюсь до сих пор, будет ли этот рептилия сложнее, нежели чем предыдущий? Я надеюсь, что будет. И на этом мы сегодня посмотрим. Всем привет, ребят, вы на канале Стивен Геймс, а я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. А мы начинаем. Коментую покупать персонажей и игровую валюту только на сайте ProSeller.org. Ссылка в описании под этим роликом. Ребят, на данный момент на сайте ProSeller проходит акция. При покупке любого товара вводите промокод LETO2018, сам промокод можно найти в описании под этим роликом. И вам бонусом на выбор зачисляется 6000 душ, 3000 рубинов, либо 600 тысяч монет. Я наконец-таки перешел в игру. Как вы видите, испытание на Sony Blade из Combat Cup до сих пор идет. Остается всего лишь 6 часов, а что будет дальше, непонятно. Я надеюсь, появится третий персонаж Combat Cup, либо выпустит новое обновление 1.18.3, где появится Cassie Cage Combat Cup. Но в целом пока что не совсем понятно и не совсем ясно, что будет дальше. Потому что все-таки это не ранний доступ на Дженни Кейджа, но как-никак набор мы можем заполучить за 20 долларов. И вот тот самый бой с боссом классический рептилия. Ты нашел меня, теперь прояви себя. Давайте перейдем сюда и посмотрим. 125, чтобы призвать. А сколько у меня всего глаз? А, я не знаю даже. Ты нашел меня, теперь прояви себя. Мне пишет рептилия. Привет тебе, рептайл. Ну и что ж, давайте посмотрим. 168 тысяч и 38. А было 160 тысяч и 34. Ага, ну все-таки чуточку сложнее. Совсем чуть-чуть. Я думал, конечно, в разы сложнее он будет. Но, как вы видите, нет. Отряд я, конечно, не этот подбирать буду. Потому что, ну сами понимаете, что этот отряд, он не особо такой, знаете ли, сильный, чтобы побеждать такого рода команды. Наверное, возьмем Шаокана. Возьмем классического Рейдена. Хотя я даже не знаю. Нет, Шаокан. Ну да, Шаокана оставим. Кару Бараку возьму. И кого еще? Кого еще взять? Либо да, знаете, давайте даже по-другому поступим. Сейчас откроем три набора за 150 душ. Первый набор, кто нам выпадает. На самом деле, сейчас всякое говно выпадает. И я на самом деле не пройду рептилию. Но, почему бы и нет? Люблю открывать наборы за 150 душ. Спецприем. Соперник Рейден. Окей, я все понял. Далее, что у нас тут? Ага, первый персонаж от Кунлао в Мастершуле. Я так и знал. Я так и знал, что эта тема, это самое лучшее, что могло со мной произойти. Кунлао Мастер Шоу Линя. Что ж, хорошо. Это первый персонаж, который будет участвовать в моей суперкоманде. Следующий персонаж. Кунлао Мастер Шоу Линя. Окей, блин. Это очень странно. Ну, давайте смотреть, что нас ждет дальше. Может, сейчас мне выпадет какой-нибудь имблой перс. Кунлао Мастер Шоу Линя. Скорпион Инферно. Ага. Ну, все в разы лучше. Скорпион Инферно. Кунлао Мастер Шоу Линя. И третий персонаж. Смотрим сейчас, что у нас получится. Так, тут у нас спецприем 2. Далее у нас предокунлао. И Бодзюцу Кунзинь. Да, что-то вообще карты еле-еле какие-то не очень интересные, скажем так, сразу выпали. Так, ну и давайте попробуем собрать эту команду. Я не знаю, честно говоря, что из этого всего получится. Но все-таки Кунзинь Бодзюцу... Да, в общем, команда не очень. Я думаю, многие так это поняли. Но все-таки. Так, давайте по фильтру карт пустим. Наверное, мне 2 мастера единоборств как-никак выпало. И найти их будет в разы легче, когда только будут одни мастера единоборств. Вот он, Кунлао Мастер Шоу Линя. Кунзинь Бодзюцу. И кто там остается у нас? Получается Инферно, по-моему. Это из преисподней. Так, убираем вот так вот делаем. И где он у нас? А вот у нас Скорпион Инферно. Кстати, самый прокачанный на данный момент здесь персонаж в этой Тиме. Может ему 7 уровней поднять хотя бы, чтобы он более-менее походил на более такого, знаете, тайщерского персонажа. Хотя ладно, обойдемся. Шляпа Ветров. Ну и давайте поставим ему еще какую-нибудь экипировочку по типу. Ну я не знаю, бледную татуировку я, наверное, все-таки подарю тому, у кого будет молот гнева. Хотя, знаете, мне кажется, что я им более-менее еще сумею накопить спецприем второй. Поэтому почему бы и нет? Давайте поставим бледную татуировку этому персонажу. Кунзинь, тебе, конечно же, молот гнева. Я даже ничего говорить по этому поводу не буду. Потом поставим тебе, наверное, из экипировки перчатки силы. Чтоб ты более-менее, я не знаю, что ли, хотя бы... Ладно уж, тащить он точно не будет. Ну хоть что-нибудь из себя представлял. И связанный демон. Отлично. Кстати, у него даже не прокаченные спецприемы. Надо их сейчас подбить хотя бы до фулл-прокачки. Ну и у Кунлао у меня более-менее прокаченный такой персонаж. Хоть и первое слияние. И, наверное, в разы даже, скажем так, не то чтобы сложнее. Он в разы не прокаченнее того же Кунлао... Не Кунлао, а Люкано... Блин, Люкано, почему Люкано? Кунзиня Бодзюцу. Всех перечислил. Но все-таки давайте сейчас выберем ему тоже медальон душ. Потом, что тебе еще поставить. В целом, экипировка самого Кунлао, мне кажется, особо она и не нужна этому персонажу. Но давайте поставим тогда ледяные кинжалы и, я не знаю, кибербранью допустим. Отлично. И теперь давайте перейдем сейчас на Бодзюцу Кунзиня. Может он более-менее хотя бы как-то тащить будет, когда я ему прокачаю спецприемы. Отлично. Этого персонажа я прокачал. И вот у нас что получается. 22 тысячи здоровья, 23 тысячи здоровья и 10 тысяч здоровья. 16 тысячи атака, 14 тысячи атака, 7970 атака. Эм, да. Ну ладно, классический рептилия. Что ж, будем пытаться нагибать себя таким образом. Окей. Смотрим. Не знаю, что получится, но мне кажется, это веселый будет своего рода не то чтобы челлендж. Я не знаю даже, как это правильно называется. Но все-таки получай вот так вот. Отлично. На что ты там рептилия способен? Я просто не особо помню. Нифига себе. Воу. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Мне тут надо раскладку переключить. Спасибо большое. Отлично. И как накопить спецприем второй, потому что меня сейчас вырубят. О, не. Инферно-скорпион настолько тормознутый. И, честное слово, я даже не ожидал от него такого. Он реально тормознутый. Воу. А можно еще один раз будет переиграть? Я просто не знаю. Потому что мне кажется, мне это нужно сделать. Все-таки я могу победить этой командой. Я просто нечаянно, нечаянно, совсем нечаянно слил скорпиона. Того самого, который я реально бы затащил. Ладно, выход. У меня не получилось на данный момент это сделать. Давайте восстанавливать. Почему бы и нет? Нет, я пройду этой командой 100%. Мне просто нужно немного времени. Я затащу. Наверное. Хотя я уже не особо в этом уверен. Но все-таки. Так, давайте выбирать сразу Бодзюса Кунзиня. На мне сразу отравление вешают. Так, так, так. Отлично. Пощем врезали. Хорош. Ах, блин. Да серьезно. Ты что-то там палкой размахался. Не тогда, когда надо. Ну ладно. Окей. Главное то, что мы его подожгли. Отлично. Так, смотрите. Здоровье потихоньку начинает испаряться куда-то. Это хорошо. Мне уже нравится. Мне это уже нравится. Хотя, знаете ли. Так, давайте еще и кровоток повесим. О, неплохо. Блин. Классно. Все, кровоток пошел. Отлично. Далее мы выпускаем Скорпиона Инферно. Хорош. Да не, не, не. Блин, я не вовремя отпустил. А, нет. Смотрите-ка. Призрак сработал. Хорош. Так, подходи сюда. Отлично. Нет. Эта команда справилась на деле. Так, спецприем первый. Я что-то затормозил. Такой жду. Не знаю даже чего жду. Но это победа. Ну ладно. Получилось-то довольно легко. На самом деле в первый раз я закосячил. Из-за того, что играл одним персонажем, нужно было сразу убирать Кун Лава Мастера из Шаолини и таким образом тащить. Вот это я понимаю клево. Так, далее. И что у нас далее? Далее мы получаем эту карточку, да? Да, классический рептилия у меня становится первослиянием. Третьего уровня. Неплохо так. Особенно, когда не прокачивал данного персонажа. Блин, нужно его будет как-нибудь прокачать. Но зато первослияние имеется. Неплохо. Что ж, и тут у нас что? А, ну, я понял. Это нам не особо интересно. В общем, как-то так. Остается неизвестно сколько дней. У меня луна исчезла, так как я, видать, прошел этот челлендж. Точнее, ивент. Ивенты, поэтому проблем у нас нету. Здесь у нас режим задания. Мы проверили все. Сеню Блейд я прошел. Ну, и остается только ждать, наверное, как я думаю, обновления. Либо перезапуска персонажей и проходить испытания заново, по несколько раз. До того момента, пока разработчики не придумают что-то новенькое. Наверное. Жду того момента, когда добавят Страйкера и Каббала. Я поиграл за ними в Mortal Kombat 9. И эти персонажи мне достаточно сильно понравились. Поэтому, что ж. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok